Огонь небесный, огонь всемогущий, Твоя власть, моя сила, Страх наведи, посей раздор меж племенами. Прикладная ценность провала или гашения маятника состоит в умении решать всевозможные проблемы. Это может быть сложная жизненная ситуация, конфликт, неблагоприятное обстоятельство, затруднение или просто задача. Для любых сложных проблем существуют простые решения. Ключ к решению всегда лежит на поверхности. Вопрос лишь в том, как его увидеть. Увидеть его мешает маятник, создавший проблему. Деструктивный маятник имеет своей целью получить от вас энергию. Для этого ему необходимо зафиксировать частоту излучения ваших мыслей на проблеме. Это проще всего сделать, убедив вас в том, что проблема сложная. Если вы приняли такие правила игры, вас можно спокойно брать за ручку и вести в запутанный лабиринт. Только потом приходит понимание, что ларчик просто открывался. Если человека испугать, обеспокоить, озадачить или сыграть на его комплексах, тогда он легко согласится с тем, что проблема сложная и сядет на крючок. Но можно и не пугать. Для множества проблем уже и так установилось бытующее мнение о том, что они не имеют простых решений. Любой человек в течение всей жизни постоянно сталкивается с разными затруднениями. Особенно, если это что-то новое, незнакомое. В итоге каждый имеет прочно укоренившуюся привычку встречать проблемы с опасением, а иногда даже с благоговейным страхом. При этом свои способности справиться с трудностью человек всегда взвешивает на весах сомнения. В результате склонность встречать проблемы с опасением превращается в нить марионетки. Маятник может действовать как через своих приверженцев, то есть людей, которые связаны с этой проблемой, так и через неживые предметы. Он фиксирует излучение мысленной энергии на определенной частоте и сосет энергию, пока человек тяготится проблемой. Казалось бы, фиксация частоты на предмете помогает сосредоточиться. Как же это может мешать решению проблемы? Дело в том, что маятник фиксирует наши мысли в очень узком секторе поля информации, а решение может лежать за пределами этого сектора. В итоге получается, что человек думает и действует в пределах узкого коридора и не имеет возможности взглянуть на проблему шире. Нестандартные и интуитивные решения приходят именно тогда, когда человек освобождается от маятника и получает свободу мыслить в другом направлении. Весь секрет гениев состоит в том, что они свободны от влияния маятников. В то время как частоты мыслей обычных людей захвачены маятниками, частоты мыслей гениев способны свободно перестраиваться и заходить в неведомые области, поля информации. Как же поступать, чтобы не попадать в петлю захвата? Не погружаться с головой в проблему, не давать втянуть себя в игру маятника. Сдайте себя в аренду. Действуйте так же, как и обычно в таких случаях, но не как участник игры, а как сторонний наблюдатель. Посмотрите на ситуацию отстраненно. Помните, что вас хотят взять за ручку и отвезти в лабиринт. Не дайте проблеме испугать себя, захватить, обеспокоить, озадачить. Вспомните для начала, что всегда существует очень простое решение. Не принимайте навязываемого вам сложного. Если вы столкнулись с проблемой или препятствием, поймайте себя на отношении к ней. Проблема может порождать замешательство, страх, негодование, уныние и т.д. Необходимо заменить привычное отношение к возникшей трудности на прямо противоположное. И она либо сама ликвидируется, либо решится быстро и легко. Вопреки сложившимся стереотипам и привычкам, встречайте любую проблему не как препятствие, требующее преодоления, а как отрезок пути, который надо пройти. Не оставляйте в себе места проблеме. Будьте по отношению к ней пустым. Если вам нужно решить какую-то задачу, где требуется подумать, не бросайтесь сразу в логические рассуждения. Ваше подсознание напрямую связано с полем информации. Решение любой задачи там уже есть. Поэтому сначала расслабьтесь, отбросьте малейший страх и беспокойство по поводу решения. Ведь вы знаете, что решение есть. Отпустите себя, остановите ход мыслей, созерцайте пустоту. Весьма вероятно, что решение сразу придет, причем очень простое. Если не получилось, не досадуйте и включайте мыслительный аппарат. В другой раз получится. Подобная практика хорошо развивает способность получать доступ к интуитивным знаниям. Необходимо только сделать это своей привычкой. Эта методика действительно работает, если удается освободиться от маятника и сдать себя в аренду. Однако это проще сказать, чем сделать. А вам не кажется, что это я сам взял вас за ручку и веду в лабиринт? Правильно! Оставайтесь свободными даже от тех, кто вам вещает о вашей свободе. Освободившись от влияния деструктивных маятников, вы обретаете свободу. Но свобода без цели – это подвешенное состояние. Если вы увлеклись провалом и гашением окружающих вас маятников, вы рискуете оказаться в вакууме. Случавшиеся ранее конфликты куда-то уходят. Мучившие вас заботы отступают. Неурядицы происходят все реже. Тревога и беспокойство тихо исчезают. Все это происходит незаметно, как будто буря медленно стихает. Однако вскоре вы обнаружите, что здесь имеется обратная сторона. Если раньше вы были в центре событий, то сейчас они происходят в стороне от вас. Для окружающих вы перестаете иметь прежнее значение. Они все меньше обращают на вас внимания. Забота убавляется, но и новые желания не приходят. Давление внешнего мира ослабевает. Только дивидендов это не приносит. У вас уменьшается количество проблем, а вот достижений тоже не прибавляется. Что же происходит? Дело в том, что вся среда существования человека построена на маятниках. Поэтому, если он полностью изолирует себя от них, то сам оказывается в пустыне. Подвешенное состояние не намного лучше зависимости от маятника. Например, дети, у которых всего вдоволь, изнывают от того, что им нечего больше хотеть. Они сами мучаются и изводят окружающих своими капризами. Человек так устроен, что ему всегда нужно к чему-нибудь стремиться. Ваша свобода – это независимость от чуждых маятников. Но существуют маятники, которые будут полезны именно вам. Это ваши маятники. Другими словами, необходимо распознавать навязанные цели, в погоне за которыми вы все дальше уходите от линий своей счастливой жизни. Задача состоит в том, чтобы, оставаясь свободными, выбрать себе линии жизни, на которых вас ждет подлинный успех и личное счастье. Маятники не являются для человека абсолютным злом, если он действует осознанно. Человек не может быть от них совершенно свободен. Вопрос лишь в том, как не поддаваться влиянию маятников, а сознательно использовать их в своих интересах. Полностью освободиться от влияния маятников невозможно, да и не нужно. Напротив, именно маятники в конечном итоге превращают мечту человека в реальность. Маятник создается энергией людей, мыслящих в одном направлении. Маятник является энергоинформационной структурой. Маятник фиксирует мысленную энергию приверженца на своей чистоте. Между маятниками идет жесткая битва за приверженцев. Деструктивный маятник навязывает приверженцам чуждые им цели. Маятник играет на чувствах людей, завлекая их в свои сети. Если вы чего-то активно не хотите, оно будет в вашей жизни непременно. Освободиться от маятника значит выбросить его из своей жизни. Выбросить из жизни означает не избегать, а игнорировать. Для гашения маятника необходимо нарушить сценарий игры. Благотворная визуализация мягко гасит человека-маятника. Энергия погашенного маятника переходит к вам. Проблемы решаются провалом или гашением создавших их маятников. Для решения проблем сдавайте себя в аренду. Чтобы избежать подвешенного состояния, надо найти ваши маятники. Необходимо выработать привычку помнить обо всем этом. Кей, вернулся! Дорующий свет! Славься, Кей! Славься, Кей! О, великий и славный народ камеры С-18! Я что-нибудь оставлял? Да! Счетчик времени! Дабы он наполнял светом наши улицы и сердца! Где я только не искал отечества. Кришай! 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 Мы соблюдали эти заповеди и у нас воцарился мир. Расскажи о них людям! Хорошо. Что? Что? Кришай! ет Alex